МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на телеканале Гродно+. В студии Наталья Дзюрц. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Поближе познакомиться с традициями страны утренней свежести. В Гродно прошли дни корейской культуры. Парад молодых семей и дефиле колясок. В Гродненском областном перинатальном центре масштабно отметили День семьи. Многодетная мама – это призвание. В детской поликлинике номер один прошел праздник в честь Международного Дня Семьи, где женщины обменялись опытом воспитания детей. Кишечные инфекции – широко распространенный и весьма неприятный недуг. Что нужно сделать, чтобы не встретиться лицом к лицу с этим заболеванием, узнавала Наталья Иванченко. Отдых на Золотистом пляже или веломаршрут по Беларуси. О том, как предпочитают отдыхать гродненцы, рассказали на открытии ярмарки туристических услуг лета 2015. В Гродно с успехом прошли Дни корейской культуры. Они были организованы по инициативе посольства Республики Кореи в Беларуси. В областном центре состоялся ряд культурных мероприятий, главным из которых стали Дни корейского кино. Желающие в кинотеатре «Красная звезда» смогли бесплатно увидеть несколько популярных кинолент корейских режиссеров. В кинотеатре «Красная звезда», которому в прошлом году исполнилось 100 лет и видевшему всю классику и шедевры мирового кино, в фильме южнокорейских кинематографистов демонстрировались впервые. К незнакомому искусству интерес всегда велик, поэтому свободных мест не было. Перед началом сеанса со словами благодарности к гродненцам за внимание к культуре своей страны обратился чрезвычайный полномочный посол Республики Кореи в Беларуси Ян Джон Мо. Он пообещал, что подобные кинопоказы станут традицией. Гостя приветствовал мэр города Гродно Мячеслав Гой, который предложил начать более широкое сотрудничество с Республикой Кореи в самых разных сферах. «В последнее время сотрудничество между Республикой Кореей и Беларусью очень активно развивается. Пользуясь случаем, мы хотели бы двухсторонное сотрудничество распространять по областям. Поэтому мы на этот раз решили делать показ корейского кино. Намечены специальные лекции, которые будут выступать послом, чтобы ознакомились ваши народы тоже у Кореи. Потом также намечены концертные программы, где будут выступать именно молодые белорусские девушки, которые будут под корейской песней танцевать. В дальнейшем мы планируем чаще провести данное подобное мероприятие, чтобы ваши именно Гродно области тоже люди знали о Корее. Мы тоже будем рекламировать в корейской культуре, экономике и целом Корее. К сожалению, именно с Гродно областью сотрудничество именно в плане экономики не очень развито. Но потенциал очень высокий, поэтому мы не будем вкладывать все усилия, чтобы в дальнейшем найти общие точки, чтобы развивать именно в экономическом плане». Сегодня во всем мире отмечается Международный день семьи. В наше время семья остается важнейшей средой сохранения и передачи из поколения в поколение культурных ценностей и национальных традиций. Социальная защита семьи, улучшение ее положения в обществе, охрана материнства и детства являются одними из центральных приоритетов государственно-социальной политики страны. Как отметили праздник в Гродненском областном клиническом перинатальном центре в репортаже Юлии Косила. Султан на ковре самолете и настоящий танкист, будущий защитник Отечества. Все это про гродненских малышей. Сегодня впервые прошел парад молодых семей, главной изюминкой которого стало дефиле колясок. Поучаствовать в таком необычном шествии решились около 70 родителей со своими детьми. Мероприятие в честь Международного дня семьи прошло около Гродненского областного перинатального центра. Гродненцы постарались на славу. Здесь была и карета скорой помощи с маленьким врачом, и даже королевская семья. Коляски мастерили своими руками из подручных материалов. Например, этот корабль семья из Севастьянович делала вместе. Наблюдал за процессом только капитан импровизированного корабля, семимесячный Даниил. «Было много очень идей, пересматривалось очень много интересных видов, как бы колясок в интернете. А корабль как-то… у меня дети очень любят плавать, поэтому, наверное, пришло такое, что именно море что-то… Мечта хотелось назвать, а потом назвали корабль в честь сына и дочки – Даниила и Анастасия». Красочное представление устроили не только снаружи, но и внутри перинатального центра. Руководство города и области поздравило всех мам с Днем семьи. В зале были женщины, которые родили только первого ребенка, а были и те, кто стал мамой уже в четвертый раз. Только на этой неделе многодетными мамами стали пять женщин. Их поздравила Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны и мама троих детей. К слову, для улучшения демографической ситуации сегодня в стране делается немало, что уже сказывается на увеличении рождаемости. У нас глава государства, правительство очень много внимания это уделяет. Законодательная база полностью соответствует для того, чтобы у нас была семья здоровая. Ну, а, как говорил президент, нашей страны нормальное количество жителей – это 20 миллионов. Поэтому такую демографическую ситуацию мы должны решать. В нашем перинатальном центре за последние годы отмечается ежегодное увеличение количества принятых родов. За прошлый год их у нас было более 4 тысяч. В этом квартале тоже у нас увеличилось количество родов по сравнению с прошлым на 100. И приятно отметить, что количество последующих родов и людей, которые становятся мам, которые становятся многодетными, тоже с каждым годом увеличивается. Екатерина Полуян родила ребенка сегодня, в день семьи. Она стала многодетной мамой, хоть и рожала во второй раз. Первыми детьми стали двойня мальчиков. А сегодня в семье Екатерины появилась долгожданная девочка. Очень хорошо прошло все. Чувствую себя замечательно. Малышка тоже себя чувствует хорошо. Семья – это всегда на первом плане. Дети, семья. И очень хорошо отношусь к такому празднику, к детям и к семье. Именно в семье хранятся и передаются человеческие ценности. Это источник любви и уважения. А благополучие семьей – это мерило развития и прогресса всей страны. Но эти слова приобретают настоящий смысл, когда смотришь в искренние глаза своего ребенка. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев. Новости Гродно+. Не так масштабно, но очень уютно отпраздновали День семьи и в детской поликлинике номер один. Здесь прошла встреча с многодетными мамами и их детьми. Городская организация «Союза женщин» совместно с медиками пригласили в поликлинику 30 многодетных семей. Мамы со стажем поделились своим опытом в воспитании детей с женщинами, которые еще не решились на большую семью. Врачи детской поликлиники рассказали гостям, как сохранить здоровье ребенка и как правильно проводить профилактику заболеваний. Как рассказала психолог, главное в воспитании – это уделять ребенку внимания и самостоятельного развивать, а не оставлять наедине с компьютером или телевизором. Также многодетные мамы поделились радостями и сложностями большой семьи. Мы хотим сегодня не только рассказать многодетным семьям, как сохранить и укрепить здоровье деток, но и хотим, чтобы они поделились с гостями нашими теми устоями и теми традициями, которые есть в их семьях. Хотим, чтобы они обратили внимание других присутствующих у нас на мероприятии семей, на то, что как здорово, когда в семье растет много детей, какие-то замечательные дети, трудолюбивые, дружелюбные. Выставка-ярмарка туристических услуг «Лето 2015» открылась сегодня в нашем городе. Здесь каждый желающий сможет выбрать подходящий для него вид отдыха. На экспозиции представлены различные туристические направления и маршруты, как по Беларуси, так и за рубежом. Предложение от тороператоров изучала Вероника Цыганок. Пляжи Болгарии, достопримечательности Европы или активный отдых в Беларуси. Туристические фирмы Гродно и Гродненской области предлагают самый разнообразный спектр услуг, о которых любой гродненец может узнать на выставке-ярмарке «Лето 2015» в выставочном зале города. Сегодня состоялось официальное ее открытие. Начальник управления спорта и туризма Гродненского облсполкома Олег Андрейчик рассказал, какой отдых больше остальных пользуется популярностью среди жителей города и области. Сегодня самое большое количество туристов наших выезжает на пляжный отдых, на пляжи, курорты. Но второе, наверное, по направлению – это экскурсионный отдых. Тоже значительное количество наших жителей. Бывают знакомятся с сопримечательностями различных стран. Но и третье направление, одно из самых крупных – это активный отдых. И я рад, что вот третий сегмент у нас растет. Сегодня востребованы направления там, где можно связать с водным, велосипедным, с горным туризмом. Всего в нашей области 82 туристические организации. 50 из них работают в Гродно. На ярмарке свои услуги предлагают более 10. Гродницы могут узнать туристические новинки сезона, цены и даже забронировать билеты. Некоторые фирмы предлагают не совсем обычные туры. В этом году мы можем предложить новинку, собственно, на этом сезоне. В этом году Грузия. Грузия, которая очень стала интересна, привлекательна для нашего туриста. О ней мало кто знает, много кто ее боится. Но я хочу сказать, что совершенно не надо этой страны бояться. Я месяц назад оттуда вернулась. Я увидела, собственно, возможности этой страны в туристических планах. В Грузии есть что показать, в Грузии есть что посмотреть. И в Грузии можно отдыхать. На ярмарке представлены интересные туристические направления, маршруты по Гродничине и в целом по Беларуси. Как оказалось, у нас множество интересных развлечений и возможностей для активного отдыха, которые все больше набирают популярность. У нас для людей множество различных предложений, как, например, сплавы по рекам Беларуси. То есть это весьма актуально вообще в этом сезоне и в прошлом было, в летнем. Множество людей приходило, записывалось. Это оставляло незабываемые впечатления. Вот, например, сплав от городского пляжа города Гродно до Августовского канала со шлюзованием. То есть это какой-то у людей были приятные, позитивные моменты такие. Также предлагаем активный отдых в плане веревочной парки, туристические слеты, корпоративы. У нас есть своя собственная база в деревне Немного, туристическая, где находится турприют, то есть домик и находится эллинг, в котором хранятся байдарки, велосипеды. То есть это тоже постоянное движение. Гродничина привлекает зарубежных гостей. В 2014 году к нам приехало отдыхать более 70 тысяч иностранных туристов. Но, как известно, хорошо там, где нас нет, поэтому гродницы все же мечтают о зарубежье. Да, хотела бы поехать в Вену и в Болгарию. Почему? Мне нравится там, в Болгарию мне нравится озеро, вот золотой берег. Вот у меня ездила туда сестра, и мне очень понравилось, как они отдыхали. Я хочу поехать в Эстонию очень. Моя мечта – поехать в Эстонию, да, в Таллинн. Хоть там и холодно, но моя мечта – это поехать сюда. Я уже много мест посетил, и хотелось бы побывать где-нибудь на каких-то островах. Возможность застать несколько турфирм города в одном месте у гродницев будет еще и завтра. Ярмарка «Лето-2015» ждет вас в Гроднинском выставочном зале целую субботу. Вероника Цыганок, Юрий Дубовик, Новости Гродно+. Гаражный вопрос. В Гродно сносят строения без документов. Такие гаражи владельцы в свое время построили самовольно. Большинство из них на территории действующих гаражных кооперативов. При этом владельцы не платят за них ничего. Наша съемочная группа побывала на официальной процедуре сноса незаконных строений. Такие гаражи, по словам коммунальщиков, превратились в склады для хранения ненужного дома-хлама, собранного за несколько десятков лет. Владельцев строений найти сложно, они не числятся в списках членов гаражного кооператива. Предписания о предоставлении документов работники ЖКХ наклеивают на дверях гаража. Хозяевам дается месячный срок на решение бумажных вопросов, либо на перевоз строения в другое место. Только после этого гараж разбирают. Все вещи под опись перевозят на ответственное хранение в ЖЭС. Саму конструкцию разрезают на металл. Были случаи, когда люди показывали разрешительные документы, которые были… У кого-то было временное разрешение, у кого-то было для льготной категории граждан. Такие гаражи, конечно, остаются. Мы идем людям навстречу, и если собственник появляется, как, кстати, гараж, который рядом находится, мы установили собственника. Он написал такое гарантийное письмо, что в течение месяца он его сам самостоятельно заберет. Снос гаража, если владельцы все же найдут, проходит за его счет. При этом собственнику необходимо оплатить и штраф за незаконную постройку до 20 базовых величин. Обнаруженное в гараже транспортное средство, в последнем случае им оказался москвич без двигателя, перевозят на штрафстоянку. В течение трех месяцев владелец может его оттуда забрать. В противном случае, по решению суда, легковушку могут утилизировать. С начала года в Гродно снесены уже 8 гаражей. Лето не за горами, а это сезон повышенной опасности для органов пищеварения. Именно на жаркие месяцы приходятся вспышки кишечных инфекций и пищевых отравлений. Избежать опасности можно, если быть осторожным в еде, не увлекаться в жару сомнительным фастфудом и соблюдать элементарные правила личной гигиены. Наталья Иванченко продолжит тему. Кишечная инфекция – неприятный, а зачастую и опасный недуг, с которым в жизни сталкивался, наверное, любой человек. Сегодня ситуация в нашем городе по заболеваемости острыми кишечными инфекциями стабильная, характерная для данного периода года. Однако все чаще люди начинают выезжать за город, устраивать пикники, и, казалось, самое банальное правило остаются позабыты. В обязательном порядке помните, что и на кухне должен быть порядок и чистота. То есть дезинфицируйте и мойте поверхности, которые, и приборы, которые связаны с приготовлением пищи. В обязательном порядке храните сырые продукты отдельно от готовых. Почему? Потому что в сыром мясе, сырой птице, морепродуктах могут находиться опасные микроорганизмы, которые, попав в готовые блюда, вызывают сплевание у человека. Очень важно обращать внимание на срок годности продуктов, соблюдать технологию приготовления и температуру хранения, употреблять в качестве питья только бутилированную, кипяченую или предварительно фильтрованную воду. При выезде на отдых также необходимо следовать некоторым рекомендациям. Не берите с собой скоропортящиеся продукты, готовые мясные блюда, салаты, кремовые изделия, кондитерские кремовые изделия, если нет возможности хранить их именно в холоде. Очень хорошо, конечно, использовать термосумки. И сейчас, опять-таки, их можно приобретать. Но, опять-таки, тоже, если используются термосумки, необходимо помнить о том, что транспортировка и хранение продуктов в этих условиях должно быть тоже максимально коротким. Советы несложные, но если их соблюдать, то никакие кишечные инфекции не будут угрожать вашему здоровью. И вы в полной мере сможете насладиться отдыхом. Адалия Иванченко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. В Беларуси стартовала республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака». Она пройдет по 31 мая. В это время будут организованы массовые мероприятия для населения и в том числе с привлечением известных политиков, общественных деятелей, спортсменов, ученых и актеров. Также запланированы дни открытой информации, консультации, работа телефонов доверия, круглые столы по вопросам профилактики зависимости и формирования здорового образа жизни. Руководителям рекомендовано объявить территории своих организаций и учреждений зонами, свободными от курения, а также предусмотреть меры морального и материального стимулирования работников, отказавшихся от вредной привычки. Несмотря на то, что в Беларуси уменьшается количество курильщиков, проблема по-прежнему остается острой. По данным Республиканского социологического исследования, в нашей стране курит более 30% населения в возрасте от 16 и старше. И на этом у меня все. Напоминаю, что еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodno-tv.by А выпуск продолжит Анастасия Бояринцева. Новостями из мира спорта. Оставайтесь с нами. Здоровья и приятного вечера. Здравствуйте. Сборная Беларуси крупно уступила Канаде в 1-4 финала чемпионата мира по хоккею 0-9 и завершила борьбу на турнире. Перестартом этого поединка, несмотря на фаворитский статус канадцев, было много прогнозов и суждений, с каким результатом завершится встреча. Неплохая игра беларусов на предварительной стадии турнира позволяла надеяться, что и в противостоянии с родоначальниками хоккея они смогут навязать интересную и упорную борьбу. К сожалению, этого не произошло. В полуфинальных поединках 16 мая сборная Канады встретится с чехами. Американцы сыграют с россиянами. Футболисты Днепропетровского Днепра сотворили громкую сенсацию, впервые в истории пробившись в финал розыгрыша Лиги Европы. После успешного выезда в Неаполь, где они сумели сыграть ничью с итальянским Наполей 1-1, в Киеве была одержана победа с минимальным счетом 1-0. В другом полуфинальном противостоянии действующий победитель Лиги Европы, испанская Севилья, неожиданно легко прошла итальянскую Ферентину. В домашней встрече испанская команда победила с крупным счетом 3-0, а в ответ на игре взяла верх с результатом 2-0. Решающий поединок второго по рангу континентального турнира между Днепром и Севильей состоится 27 мая в Варшаве. Баскетболисты Цмоки Минск седьмой раз подряд стали чемпионами Беларуси, убедительно переиграв в финальной серии соперников из Гродно-93. Четвертую Викторию в серии матчей за золото подопечные Игоря Гришука одержали вчера на своей площадке 112-70. В прошлом сезоне Цмоки Минск в финальной серии победили Гродно-93 со счетом 3-1. Тогда борьба шла до трех Викторий. Виктория Азаренко пробилась в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Риме. Белорусская в трехсотовом поединке сумела переиграть румынку Ирину Бегу 6-4, 5-7, 6-1. Теперь Виктории предстоит встретиться с третьим номером мирового рейтинга россиянкой Марии Шараповой. В 14 предыдущих встречах этих теннисисток счет равный 7-7. А на этом у меня все. Болейте за наших. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok